Продолжение следует... Как вы можете видеть, заголовок моего доклада более чем традиционный. И мне хотелось бы специально подчеркнуть, насколько и Вячеслав Всеволодович, и Владимир Николаевич знали традиции нашей науки. Не только то, что здесь вынесено в заголовок, что представляет собой книгу Элизары Клю, а вспоминаются мне разговоры с Владимиром Николаевичем, который говорил о том, что можно проследить некоторые связи между отдаленными поселениями, между отдаленными деревнями, когда люди раз в году ездили за 400 верст на какую-то ярмарку, при том, что ярмарки были намного ближе, но туда они не ездили, сохраняя какие-то старые связи. Все эти данные, как вы понимаете, Владимир Николаевич черпал из журналов 19 века этнографического толка, и начитанность вот в этой литературе, которая сейчас мало кого привлекает, была совершенно замечательной. Мне вспоминается предпоследний доклад Вячеслава Всеволодовича, который я слышал. Последний доклад, кстати, был именно здесь. Это был доклад на празднование столетия со дня рождения Греймоса. А вот предпоследний доклад его был посвящен Навалису и его трудам, связанным с нейрологией. Вот этот цикл «Живой камень» и то, чем занимался целый большой коллектив под руководством Вячеслава Всеволодовича, Вячеслав Всеволодович привлекал и то, что на Руси вообще неизвестно. Вот эти специальные минералогические работы Вячеслава Всеволодовича Навалиса. И вот эта общая начитанность и твердый фундамент, который не скрывался и произносился в литературе научной XIX века, в тех достижениях, которые были достигнуты наукой XIX века, никоим образом не мешали Вячеславу Всеволодовичу высказывать до последних дней жизни смелые сопоставления. Например, в любой книге по индоевропейстике будет сопоставление хецкого «Долугашти» длина с польским «Длугощ». Но при этом на этом будет поставлена точка. Для Вячеслава Всеволодовича эта точка стояла не здесь. Его интересовало, каким образом в языках, разнесенных на несколько тысячелетий в своей истории, были одни и те же словообразовательные модели. И он готов был пересматривать, если я правильно понимаю, историю индоевропейских языков несколько вот в этом направлении. Соответственно, поскольку конференция наша от мифа к слову и от слова к мифу, мне хотелось бы построить свое сообщение на противопоставлении земного и божественного, что далеко не всякий раз проявляется. Например, если мы вспомним строку Вергилия «Тантене анимис калестебус иры», то мы понимаем, что анимус и анима могут прилагаться не только к людям, но и к божествам. Наверное, правильно было бы, чтобы мы сегодня вспомнили имя Потибни, который четко сформулировал, что каждое отдельно взятое слово может представлять собой осколок мифа. И, с другой стороны, мне хотелось бы до некоторой степени пополемизировать запоздало с Максом Мюллером, для которого мифология могла представлять собой такую болезнь языка. Вот эта точка зрения, мне кажется, была и Владимиру Николаевичу абсолютно чужда, и Вячеславу Всеволодовичу. Для них именно миф, сохраненный в отдельно взятом слове, был чрезвычайно важен. При этом и Вячеслав Всеволодович, и Владимир Николаевич обращали внимание на логику самого языка. И, соответственно, используя те достижения, особенно Вячеслав Всеволодович любил находить в языке бинарные оппозиции, ориентируясь здесь во многом на то, что делал Роман Осипович Якобсон. И в этом была четкая логика, которую Вячеслав Всеволодович подкреплял обращением к хетскому материалу. И напомню, что именно с хетского языка началась научная деятельность Вячеслава Всеволодовича. Его кандидатская диссертация была посвящена структуре хетского корня в 50-х еще годах. И многое из этого опыта Вячеслав Всеволодович переносил в исследования индоевропейского языкознания. В том числе вот эту бинарную оппозицию, при том, что в других языках мы имеем противопоставление женский род, мужской род, средний род. Для хетского противопоставление ограничивается противопоставлением бинарным, генус коммуне, генус неутрум. Ну и в частности вот это противопоставление заставляло также обращаться к мифу. Потому что для праиндоевропейского языка, и мне кажется, что нет никого, кто бы сомневался в этом, восстанавливается два корня. Один из которых, вот вы видите наверху, которое отражено в греческом «пюр» и в хетском «пахор». Слово, которое относится к среднему роду, к которому относятся по большей части неодушевленные слова. И интерпретация, которая, по-моему, восходит еще к книге Вандриеса, переведенную на русский язык уже в 30-е годы, на основании определенной типологии удавалось поместить данные индоевропейских языков в ту модель, в которой противопоставлялась огонь как стихийное бедствие и огонь как нечто укращенное, которое можно использовать в бытовых целях. Соответственно, вот здесь мы видим очень четко это бинарное противопоставление. Санскритское «агни», латинское «игнис», литовское «угнис» и одновременно с этим огонь, который сохранен в других традициях, в том числе в балтийской традиции. Древнепрусское слово относится к этому же корню. Судя по всему, за этим противопоставлением можно видеть и что-то мифологически древнее, что и восстанавливается всюду, и как раз трудами Владимира Николаевича и Вячеслава Всеволодовича. Это было описано в том числе и в мифах народов мира. Последнее время очень четко противопоставление, которое можно предполагать для человека как земного и того, что противопоставляется богам. Последнее время это начинают резко ограничивать северо-западными языками, что мне кажется неправильным, и, собственно, то, что я буду говорить, этому и будет посвящено. Значит, вот ссылка, которая здесь на Мэллори Адамса, это не на их энциклопедию, а на книгу 2006 года, посвященную обзору индоевропейского языка и культуры. Значит, ни у кого не вызывает сомнений то, что такие слова, как латинское homo или литовское jmogus происходят от корня, который обозначает земля и, собственно, предполагают, что это у нас будет нечто земное в противовес небесным силам. Одновременно с этим, наверное, нужно упомянуть о других возможностях обозначения человека в индоевропейских языках. И вот здесь слева внизу одно из достаточно распространенных в индоевропейских языках обозначение человека как смертного. Я прошу прощения, здесь не получился слоговой под «р». Еще одна модель, которая отражена в русском слове «люди», и которая находит хорошие параллели в греческом «элэуторос» по значению довольно сильно отошедшему в сторону и обозначающему, собственно, свободность, то, что это свободный человек, но и при этом следует иметь в виду, что первый контекст, в котором это слово засвидетельствовано, относится еще к мекенским текстам, которыми, кстати, тоже Вячеслав Селыч занимался много, и не только в плане культуры. Его статья 1975 года о взаимодействии ареала Анатолийского с южно-балканским ареалом до сих пор сохраняет полную актуальность. И также есть и специальные работы, посвященные мекенскому синтаксису, где любое предложение, начинающееся с глагола, требовало перед собой тонической частицы. Сейчас занимаются очень много хетским синтаксисом, делаются попытки, вот последняя монография Сидельцева посвящена попытке анализа с точки зрения фокуса и топика, но вот это направление, которое развивал Вячеслав Селыч, связанное с общей структурой предложения в самых древних текстах на индоевропейских языках, оно как-то ушло в сторону, и мне кажется, что это неправильно. Продолжая по поводу этого корня, связанного с Леуд, необходимо упомянуть также о латинском liber, фолистском loyferta, опять с тем же самым значением свободы, и, наверное, до некоторой степени правильно вот это восстановление для латинского языка, принятое, собственно, всюду, дети как свободные, но еще не граждане. Хотя с таким же успехом можно было бы попытаться возвести это к корню со значением «расти», и тогда у нас все латинские дети, либери, окажутся скорее подростками, чем свободными, но еще не гражданами. Я напомню также о том, что имеется обозначение, которое представлено греческим «анер», санскритским «нара» и другими. Вир, которые пытались расширить присутствие последнего латинского «вир», литовского «вирос», пытались также найти и в греческих текстах. В частности, была довольно известная статья Франсуаза Бадер, которая пыталась в имени противника «Одиссея», помните, битва с Иром, увидеть обозначение вот этого мужа. Надо сказать, что ни Вячеслав Селыч, ни Владимир Николаевич эту этимологию не особенно поддержали. А вот что касается человека вообще, то мы, просто исходя из этимологии, судя по всему, можем видеть противопоставление земного небесному. И мне хотелось бы в связи с этим обратиться также и к тем формам, которые хорошо представлены, например, в латинских текстах, где помимо «homo hominis» встречается еще, судя по всему, склонение «homo hominis», поскольку у «enne» имеется форма «homo homonem», в «остском» встречается форма номинативус pluralis «humuns», и в «умборском» форма дативус pluralis, которая выглядит как «homo nus», вот с этим же, то есть склонение такое же, как для имени Аполлона, естественно, заимствованного из греческого, но в архаической латыни было не «apollo apollinis», а «o polo neif» встречается форма. Вот эта идея связи человека с землей, напомню, хорошо отражена и в Библии, и едва ли есть смысл думать о прямом взаимодействии текстов, хотя такое было бы не исключено, но мне кажется, что лучше это рассматривать в общей, неразделенной языковыми традициями, в таком путешествии идеи земного человека, человека как праха, которое распространялось между культурами, и языковые барьеры здесь не служили каким-то препятствием, как не служили препятствием возможности обозначать колесо тем словом, которое оно обозначается. Как вы понимаете, то, что я только что сказал, входит в противоречие с представлениями о том, что только северо-восток индоевропейского ареала знает это противопоставление и, соответственно, знает этот миф. Мне представляется, что этот материал должен быть, безусловно, расширен многочисленными примерами из гомеровского эпоса, где мы в большом числе примеров имеем такие определения, как эпихтониос анер, можно подумать, что его чему-то можно противопоставить, земной человек, имеется эпихтониос бротос, наземный и смертный, и очень часто в конце стиха эпихтонион антропон и антропоси эпихтониоси, свидетельствующая, с одной стороны, о формульности уже этого выражения, с другой стороны, свидетельствующая о том, что это мыслилось как абсолютно естественное. И в этом случае мы едва ли должны будем думать о том, что это инновация, объединяющая только северо-западные языки. Ну вот, один из примеров. Они населяют города, вот этих самых живущих на земле людей. Ну и тоже эпихтонион антропон и другие примеры, которые в некоторых случаях антропон пропущено, и мы здесь имеем Экелеон эпихтонион, Аллос эпихтонион, как кто-то другой из живущих на земле. Ну вот здесь эпихтонион трафен антрон, взращивать живущих на земле людей. Надо сказать, что сама идея идея земли выражалась в том же греческом языке многими способами, и мы могли бы ожидать, что будет у нас какой-нибудь синоним с людьми, которые живут на земле другим способом выраженной. И в частности я хотел значит напомнить о том, что для Хецкого предлагались уже возведения вот к полю, и до сих пор упоминается работа Вячеслава Селыча, который пытался к этому же корню возвести еще и имя кемерийцев. Вот эта статья появилась в сборнике символа Куриловича. Сама идея земли как поля, причем не обязательно поля, которое относится к земле, представлена в хецких текстах. Это один из самых трогательных переводов хецких текстов на русский язык, сделанных Вячеславом Селычем по поводу того поля, той лужайки, которое относится к загробному миру, и то, что имеет точное соответствие в том числе в греческом Элизии, которое обозначает Елисейские поля, загробные. В последнее время делается попытка сделать промежуточную реконструкцию. Надо сказать, что если пранедоевропейская реконструкция как-то относительно легко идет по накатанному пути, то исключительно трудный вопрос представляет собой промежуточные реконструкции. Бытовавшая более ста лет промежуточная реконструкция итало-кельтского единства сейчас поставлена под исключительно сильные сомнения. Но в последнее время появилась идея объединять три языка в общее подсемейство, и это древнегреческий, армянский и фригийский. последнее время эти работы развиваются, и мне кажется, что будет правильно, если я об этом скажу несколько слов. В том числе Шарль де ла Умбертери сопоставляет формулу, взятую из проклятия. Как вы понимаете, этих фригийских текстов в нашем распоряжении очень немного, но многие надгробия включают в себя формулы, разнообразные формулы проклятия. Самое известное это, чтобы тому, кто разрушит эту стелу, не пить, не есть, откуда мы знаем, как будет хлеб, и можем гарантировать, что Бекос Геродот передал абсолютно точно, вот так же он на надгробиях. Так, и здесь мы имеем отчетливо противопоставление ни божество деон, ни кто-то земной, и вот это хэмэ лён, я прошу прощения за то, как это отразилось в тексте, значит, здесь омега должна быть вместо дублевая, это отчетливым образом представляет собой то же противопоставление небесного и земного, которое мы находим и на северо-западе, и в греческих контекстах, которые я только что приводил. То, что для фригийского лабио-вилярной и так и должны были отражаться, это совершенно отчетливо, и форма совершенно выглядит кроме фонетики греческой, и, соответственно, можно было бы ставить вопрос о том, не было ли здесь влияния греческого на фригийское, но, судя по всему, такое влияние лучше постулировать именно как нечто развивающееся из одного корня, при том, что в фригийском есть действительно заимствование, я думаю, что аннекс владыка, то, что Вячеслав Селыч думал восстанавливать и как проэндоевропейское когда-то в трудах института славянодней балканистики тогда было опубликовано к этимологии Микенского ванока, судя по всему это может быть сопоставлено и с фригийским и с армянским. При этом я последний кадр сейчас найду, где-то здесь должны были быть так, это я думал упомянуть о замечательной статье Владимира Николаевича об имени одной из самых глубоких и интересных не только лингвистически, но и философски работ, а основное то, что мне нужно, это совпадение обозначения божества в армянской и в афригийской традициях, то, что в латинской, скажем, тот же корень латинское фанум святилище сохранилось только в прилагательном, которое вовсе не относится к божеству как таковому, но вот божество как нечто установленное, потому что мы вряд ли можем оторваться от вот этого корня Дхе в нулевой ступени, которую мы здесь имеем, таким образом вот было бы абсолютно правильно, как мне кажется, в том направлении, в котором работали Владимир Николаевич и Вячеслав Силович восстанавливать не только форму слова, но и семантику, включая мифологическое содержание. и если последние несколько, последние четверть века, наверное, колоссальный успех в плане формальной реконструкции, абсолютная четкость, но каждую форму пытаются отдельно выводить от праймда европейского, как если бы эта форма существовала, просто передавалась бы как в учебнике, как в грамматике. естественно, что какие-то взаимодействия в лексической системе должны были быть, и вот это семантическое наполнение, семантическое изменение, оно не могло происходить вне текстов, в том числе вне текстов, связанных с мифологией. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ